МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на своем студии Романа Выстера. И вот что вы увидите в этом выпуске. Лучшие дети во вселенной Благодарном продолжается строительство детского сада. Подробности в нашем обзоре. Гулянка за чужой счет. Чем для Ставропольца закончился поход в гости? Сила, здоровье и красота. Что ждет жителей Благодарного? Ставрополье заняло второе место по вводу жилья в Северокавказском федеральном округе и 18-е место в общероссийском рейтинге. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на заседании Координационного совета по обеспечению экономической устойчивости региона в условиях санкций. За 9 месяцев край выполнил годовой план по этому показателю на 103%. С начала 2023 года ввели в эксплуатацию более 1,2 млн квадратных метров жилья. Владимиров отметил, что строительная отрасль остается одним из флагманов региона. Экспорт ставропольских яблок с начала года увеличили почти на 100%. Основными покупателями стали Казахстан и Армения. Всего в эти страны поставлено более 100 тонн фруктов. К слову, отгрузка яблок в Казахстан из нашего региона прошла впервые. Перед отправкой от партии отбирались образцы для исследований в лабораториях подведомственных Россельхознадзора. Потому что яблоки должны быть свободны от ряда карантинных объектов. По результатам исследований установлено, что продукция соответствовала обязательным фитосанитарным требованиям Российской Федерации и стран-импортеров. Качество и безопасность продуктов питания, которые попадают на стол к ставропольцам, находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по регионам. За 9 месяцев этого года обследовано уже более 1700 объектов, 470 из которых заняты в обороте плодовощной продукции. За это время исследовали почти 2500 проб. Лабораторные исследования проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае. Лабораторный контроль у нас осуществляется не только в рамках надзорных и профилактических мероприятий. Проводятся исследования в рамках реализации национального проекта «Демография». Мы проводим исследования свежих овощей и фруктов. Это яблоки, помидоры и огурцы. При проведении исследований, к счастью, не было выявлено нарушений. Но следует обратить внимание, что мы проводили исследования не только на безопасность. То есть в данном случае также исследовались, допустим, яблоки на пищевые волокна, на сдержание витамина С, на сдержание минеральных веществ. Также специалисты управления отметили, что плодовощную продукцию стоит покупать только в местах санкционированной торговли, где есть контроль за качеством и безопасностью. Если же попалась некачественная продукция, то нужно обратиться в управление. Написать через сайт в специальном окошке приема обращений граждан. Теперь к происшествиям. В Пятигорске на регулируемом пешеходном переходе 45-летний водитель легковушки сбил 8-летнюю девочку. С переломом ноги девочка в больнице. Известно, что в момент ЧП она была с мамой. Есть две версии. Либо школьница побежала на красный, либо зеленый успел загореться. Полицейский изучает записи с камер, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. О других ЧП в оперативной сводке. Ушлые подростки в селе Старомарьевском инспекторы ГИБДД остановили двух 14-летних подростков на мопедах и отстранили их от вождения. На место вызвали родителей. Оказалось, один мальчик взял двухколесный транспорт без спроса, а второму разрешил покататься собственный отец. В отношении родителя составлен протокол. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей. Попытка обмана в Георгиевске мужчина пообещал знакомому иностранцу помочь получить российское гражданство, козыряя связями в правоохранительных органах. Но за свои услуги попросил 280 тысяч рублей. Мужчина заплатил чат денег, а через время помощник запросил к уже полученной сумме еще 240 тысяч. Иностранец заподозрил неладное и обратился в полицию. Злоумышленника вывели на чистую воду. Оказалось, Ставрополец и не собирался помогать. Расследование уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество» продолжается. Гулянка за чужой счет. В Ставрополе 53-летний мужчина гостил у 66-летней женщины. Однако после ухода приятеля хозяйка не нашла свою банковскую карту. Оказалось, мужчина отправился по магазинам за продуктами и алкоголем. Злоумышленник оплатил чужими деньгами более 50 покупок. Ущерб порядка 30 тысяч рублей. Теперь мужчина ответит по статье «Кража». В детскую музыкальную школу номер один города Невиномыска закупили цифровое пианино и синтезатор. Теперь ученики смогут заниматься и выступать на современных инструментах. Приобрели музыкальное оборудование благодаря социальному гранту. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В селе Новоблагодарном продолжается строительство детского сада на 160 мест. В дошкольном учреждении разместятся 8 групповых ячеек. В каждой будут раздевалка, игровая, буфетная и спальная комнаты, сообщили в региональном инстрое. Также в здании обустроят залы для физкультурных и музыкальных занятий, пищеблог, медицинские кабинеты, помещения для творческих занятий. Строительство проходит по краевой госпрограмме развития образования. В ауле «Артезиан Мангит» завершилось строительство фельдшерско-акушерского пункта. В медучреждении разместились кабинет принимающего специалиста, процедурная комната, холл для ожиданий, хозяйственные помещения, сообщили в региональном инздраве. Работы провели по краевой программе о модернизации первичного звена здравоохранения. В Селегофицком завершается ремонт участка дороги на улице Восточной. На отрезке обновили свыше километра проезжей части. Также обустроили тротуар, укрепили обочины, нанесли разметку и установили знаки, сообщили в региональном индоре. Работы проводят по краевой госпрограмме развития транспортной системы. В Благодарном завершается ремонт стадиона «Колос». 400-метровая беговая дорожка, сектор для прыжков в длину с разбега. Что еще подготовили для спортсменов? За ответами отправилась она и Данилян. Дальный ремонт стадиона начался еще в летний период, а уже сейчас это место обретает новую жизнь. И совсем скоро эти трибуны наполнятся восторженными аплодисментами зрителей. Этот физкультурно-оздоровительный комплекс открыли благодарным семь лет назад. Оборудовали три зала, раздевалки и стадион, за оснащение которого, правда, тогда не взялись. Все изменилось в этом году. Мы сегодня находимся на физкультурно-оздоровительном комплексе «Колос», где проходят работы в рамках государственной программы Ставропольского края развития физкультуры и спорта. Благодаря губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу мы сегодня участвуем в этой программе. Нам выделены средства в сумме 26 миллионов 41 тысячи рублей. Это средства краевого бюджета и средства наши. Работа идет полным ходом. Специалисты разобрали кирпичные стены, установили основание под фундамент и уложили арматурную сетку. Кроме того, на территории стадиона постелили резиновое покрытие, оборудовали 400-метровую беговую дорожку и сектор для прыжков в длину с разбега. Более 90% сделано работ. Сегодня мы ждем поступления на трибуны сидений, значит, из Ижинска устанавливаем и будем завершать работу. И даже во время стройки тренировки в комплексе никто не отменял. Спортсмены продолжают заниматься в обычном режиме. Все, конечно, очень долгожданно, очень приятно. Современная дорожка, я надеюсь, и трибуны, все будет просто в самом лучшем свете. И наш город тоже будет достойно смотреться на фоне, скажем так, городов нашего масштаба. Город, в принципе, это у нас небольшой, поэтому я считаю, что очень здорово, очень своевременно все делается. И я, например, доволен. Все работы планируют завершить к зиме. Приедут в комплекс на тренировку Анаит Данилян и Александр Колодко. Ставропольское телевидение. На этом наш выпуск подошел к концу. Напоминаю, в студии был с вами Роман Выстероп. И помните, что еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте stv24.tv и в наших социальных сетях. И номер для ваших обращений 8 928 350 80 70. Я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды на своем ТВ. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!